Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, ваш текст, достаточно большой текст, наполненный, в общем-то, поведением другого мужчины, которое вы хотите понять. И, дальше, несколько затрудняюсь, я затрудняюсь, несколько я с тем, как вам сказать то, что хочу. Знаете, психолог это тот, кто работает с тем, кто обратился к клиентам. То есть, понимаете, психолог это тот, кто работает именно с непосредственно обратившимся к нему. То есть, например, с вами. Но психолог не работает с другими людьми, с третьими лицами. Этого психолог не делает. Поэтому, я хочу вам сказать, что мой ответ, конечно, коснется поведения вашего коллеги. Но, по большому счету, важно не то, почему он ведет себя именно так. По большому счету, важно, почему вы реагируете на это именно так. Почему вам приходится испытывать вот эти чувства, которые вы ощущаете. И вот это является самым главным. Значит, первое. По вашему описанию, можно сказать следующее. У мужчины, мужчины, что-то происходит. Вполне вероятно, что его поведение стало более свободным. По отношению к вам. Более открытым, по отношению к вам. Более откровенным, по отношению к вам. И вот это вот более откровенное поведение, по отношению к вам. Оно стало следствием его жизненных ситуаций. Изменение его поведения, по отношению к вам, стало результатом изменения его жизненного фона. Раньше, например, мужчина мог быть в отношениях, допустим, с кем-то. Сейчас он в отношениях, в отношениях, с кем-то быть перестал. И отсюда результат он начал больше внимания обращать на вас. И изменилась его эмоциональная составляющая, эмоциональная сфера. Он стал по-другому себя вести по отношению к вам. С чем это связано, опять же, с чем это связано? Можно, к сожалению, только гадать. Потому что мы не знаем всех перепитей его жизни, всех перепитей вашей жизни. Мы этого всего не знаем. Но, что мы знаем наверняка, это то, что у него что-то изменилось. И вот если мы с вами говорим о том, что у него изменилось, то здесь обязательно нужно сказать, что мужчина, во-первых, получил для себя позволение, то есть как бы он стал чувствовать себя несколько более свободно по отношению к вам, потому что то, что раньше не давало ему проявлять к вам подобные чувства, теперь не имеет значения, устранено, и он может спокойно вот вести себя с вами так. То есть проявляет заботу и, в общем-то, там ничего не бояться. Так это видится мне. И я надеюсь, что вы поймете меня здесь правильно, ибо это очень важный момент. Большего про поведение вашего мужчины сказать, я думаю, с точки зрения психологии не представляется возможным. Мы говорим еще раз по той простой причине, что человек, это третье лицо, что с ним происходит? Непонятно всех условий его жизни, мы не знаем всех перепитий его жизни, мы не знаем то, что у него есть там симпатия, и это однозначно, как сказал вам коллега, то, что раньше у него не было, по его мнению, скорее всего, возможности проявить себя как-то по отношению к вам. Это тоже однозначно вытекает из его поведения. И, по моему мнению, это означает, что человек довольно-таки такой осознанный, ответственный, то есть он мог бы с вами флифтовать и раньше, но он этого не делал. Он уважал и уважает ваше личное пространство и вас, и соблюдается нам на пустые проявления флирта, например, время свое он не тратит. На мой взгляд, это проявление ответственности с его стороны. И достаточно сильный плюс, серьезный плюс по отношению к нему. Далее. Вы пишите следующее. Значит, вас начинает цеплять, и вот такие знаки внимания, и вы скучаете по нему. А также, вы пишете о том, что вы пресекаете все мысли о возможности воспринимать данный факт, то есть факт вашего сближения, как-то серьезно. Плюс ко всему, вам снятся сны, которые повествуют о том, что мужчина вас спасает, что мужчина бросает все дела и бежит к вам, и так далее. Здесь волей-неволей у меня встает вопрос. Какова ваша потребностная сфера во всей этой ситуации? Понимаете ли вы, что вам нужен мужчина? Вот просто нужен мужчина. Вы испытываете потребность и в физической близости, и в духовной близости, и, в общем-то, возможно, в поддержке какой-то, в, там, может быть, помощи, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете ли вы это? Какова ваша, ну, скажем так, какова ваша сфера личных отношений? Каково ее состояние на данный момент? Есть ли у вас мужчина? Нет у вас мужчины. Если есть, то почему? Почему вы думаете тогда о о том, кого вы описываете? Если нет, то почему нет? С чем связано это? Вот эти аспекты являются принципиально важными, если мы с вами говорим о том, чтобы понять поведение мужчины, а главное понять вас. очень, знаете, срочно после ну, по истечению, скажем, такого большого срока, такого длинного срока, очень сложно и тяжело перейти с человеком на другой уровень взаимодействия. И мужчина вроде бы и хочет это сделать. И в то же время явно он как-то может быть боится, может быть у него сомнения есть какие-то на вот этот счет. Может быть у него есть страхи, неуверенность в себе. Это тоже. Понимаете? то есть я хочу сказать, что вам, если этот мужчина симпатичен, если вам действительно нужны отношения, если вы хотите отношения, если вы хотите близиться с мужчиной и так далее, и так далее, то вам необходимо сделать первый чак, дать ему понять, что вы готовы, вы готовы принять его взгляд. Вы готовы принять с него ухаживаться. Вы готовы стать для него, например, кем-то большим, ну допустим. И для этого, для этого вам, вам можно сделать абсолютно безопасный с вашей точки зрения, но достаточно показательный для мужчины, который хочет отношений с вами поступок. А именно, пригласите его сидеть в каком-нибудь кафе или баре после работы. Как-нибудь. И вот этим вы и позволите мужчине проявить себя во всей красе. Если он что-то от вас хочет, если он вам симпатизирует, он за эту идею ухватится обоими руками. Если же человек несерьезен по отношению к вам, то после данного времяпровождения у вас с ним ничего не поменяется, то есть он не будет делать какие-то шаги к вам, какие-то поступки к вам, он не будет ничего этого делать. И мне бы хотелось, чтобы вы подумали. Теперь, готовы ли вы делать то, о чем я вам сказал, и если нет, то почему а если да, то собственно говоря, как вы собираетесь это сделать? То есть нужен четкий план, чтобы вы не оплачили действия, чтобы вы не оплачили свое намерение. То есть решили, пригласили, провели, получили результат, извлекли из результата опыт и двигаетесь дальше. Вот примерно так вам и нужно действовать, потому что можно очень много гадать о поведении мужчины, можно очень много гадать о том, почему так поступает. Но по факту все это гадание. И на самом деле реального есть только то, что вы боитесь признать, что это серьезно, и на это у вас есть определенные основания. Ну вот вы опасаетесь чего-то. Уж я в данном случае не буду высказывать предположения относительно того, чего именно вы можете опасаться. Самый странный. это может быть совершенно разные ситуации. То есть с одной стороны вы себя как будто бы зажимаете с другой стороны с другой стороны у вас есть потребности и эти потребности проявляются во сне. И потребности эти довольно серьезно заключаются они в духовной близости с мужчиной. Потребности в его поддержке, в его защите, в его целеустремлении, потребности в его силе. И вот вам нельзя ни в коем случае нельзя это игнорировать. Потому что неудовлетворенность, которая будет у вас развиваться, множиться и шириться, если вы будете бояться, например, не позволит вам сколько-нибудь адекватно выстраивать отношения с мужчинами вообще. Опять же, по этой самой причине, по причине, которой я вам сказал. Вот, я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. подозреваю, что вы не получили, может быть, того ответа, какой хотели получить, потому что довольно-таки мало я был разговор про мужчину, вот. Но, тем не менее, поймите, психологи работают именно с обратившимся к ним человеком, клиентом, а не с другими людьми. с другими людьми работают гадалки и эзоферики. Расшифровывать поведение другого человека это очень неблагодарное дело, долгое, неблагодарное и ни к чему не ведущее. Ориентироваться вам нужно на себя, ориентироваться вам нужно на свои желания, на свои потребности и ориентироваться, как это ни странно, вам нужно на те препятствия, которые стоят на пути к достижению вами ваших целей. И вот с этим уже можно работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...